Микс Ньюс Утро на Болткоме Продолжается Утро на Болткоме. Анастасия Смоловская, Олег Пека и Евгений Копеин сегодня проводят его с вами. И у нас в студии появились гости, очень интересные гости. Мы сейчас поговорим о фестивале RumiFest, который проходит уже не первый год. Уже стал по такой традиции интересные знакомства латвийской аудитории, публике с культурами, с музыкальными культурами стран Востока и Соединения Востока и Запада. И сегодня у нас один из организаторов RumiFest Наталья Брофман. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. И у нас музыканты. Музыканты из иранского коллектива Хамдам. Это Дариуш Расоули, играющий на флейте. Дариуш, hi, hello. Здравствуйте. И у нас Садоллах Насири, играющий на курдской лютне. Hello. Наталья, может быть, вы расскажете сначала о том, какие гости, какие интересные сюрпризы нас ожидают в эти ближайшие дни? Ну, хочу еще раз повторить мысль о том, что международный фестиваль RumiFest, он проходит в Риге уже шестой раз. Вот. Он приурочен к дню рождения великого персидского поэта Rumi. Поэтому и название такое. Вот. И сегодня как раз состоится открытие. И Дариуш, Садола, группа Трио Хамдам, а также танцор Альпер Акчай, вот они открывают фестиваль своим концертом. Вот. Фестиваль будет проходить в Риге и в Лиепае в этот раз. То есть он продлится четыре дня с 26 сентября по 29. Вот. И мы всех приглашаем. Концерт сегодня состоится в 7 часов вечера. Вот. Про остальные концерты я могу рассказать в конце, может быть. Хорошо. Да, конечно. Да, да. И вот интересно тем, что в этот раз у нас очень много творческих проектов. То есть когда музыканты из разных стран объединяются для того, чтобы выступить на фестивале, показать что-то новое. Может быть, даже какие-то новые жанры создаются. В данном случае группа Хамдам – это иранские музыканты, а Альпер Акчай – он из Турции. Вот. И вот они таким образом объединяются. И надеюсь, что нас ждет что-то интересное. Потому что это всегда древние традиции, в которые вплетены какие-то современные мотивы. И надеюсь, что будет интересно. Древние традиции и необычные инструменты тоже, в том числе такие национальные. Насколько люди, ну вот уже, наверное, вопрос к музыкантам непосредственно, насколько люди заглядываются, смотрят, интересуются этими инструментами, на которых вы играете. The question is about the instruments you are playing. How much are they popular among people? How much people are interested in the ney, in the Kurdish flute and divan? Well, my instrument, flute, in Persian, we call it ney. And ney is very popular in Iran. It is a very difficult instrument, but it is so popular because all the history of Sufism and mysticism, they use it. And especially for Rumi, who is running a festival, Rumi, for Rumi ney was so important, the most important. The first poem of his poetry is about ney. And in first of all, ney is very popular in Iran, but on ney is also very difficult to play. То есть нужно сказать, что Дариуш, на самом деле, очень большой мастер игры на ней, он всемирно известный музыкант, вот, виртуозно играет, действительно. И ней характерен своим лиричным, нежным звучанием. Это, опять-таки, очень любим, он был любим Rumi, это его самый любимый инструмент, потому что он каким-то образом выражает также и жизненную философию, что человек – это пустой сосуд, пока его не наполняет вот это дыхание жизни, божественное духовное начало, вот, которое вдыхается в него. И поэтому тоже символично, что ней открывает наш фестиваль. А курдская лютня, насколько это сложный инструмент, насколько он древний инструмент? И что относится к грдшу, о природе, о природе? Как это мастер? Как трудно, как это сложный, как это научиться, когда в игре? В контексте в туалет 2,000 лет. Тамбург, 7,000 лет. Да, 7,000 лет. Туда в этой рожде, в этом форме, в 20-летии. Да, 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 да. Да, 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 да. Инструмент подобного рода, струнный, это тамбур, которому 700 лет. Вот, и дальше уже создавались на его основе другие лютневые инструменты. Вот, например, в Турции такой инструмент называется сазом. Мы, может быть, из поэзии где-то могли слышать такое название. Вот, и очень популярный инструмент, потому что, опять-таки, издает очень нежные звуки, и, скажем, при исполнении каких-то лирических произведений, суфийских, мистических, он очень популярен. То есть, как раз среди музыкантов. А насколько музыка, древняя музыка популярна в самом Иране? Насколько люди любят слушать такой народный инструменты, а не, может быть, современную эстраду? И как много музыкантов в Иране? Как много люди любят слушать это популярным, современным музыканам? Поскольку он много путешествует по миру, Конечно же, он и наблюдает за тем, что происходит в мире музыки. Популярная музыка, безусловно, больше распространена, и люди ее больше любят и предпочитают. Об этом говорит ее название. Но в Иране есть очень большое количество людей, которые любят слушать традиционную, народную и мистическую музыку. Наталья, вот к вам вопрос. Вы являетесь организатором, и мы знаем, что, наверное, какой-нибудь фестиваль европейской музыки было бы легче и по расстоянию организовать, и по прибытию сюда, да, все вот эти вот там визы, разрешения, все вот такие вот моменты. А здесь все-таки, ну, такая необычная музыка. Насколько легко найти вот исполнителей, которые могут приехать сюда? Ну, бывает по-разному. Ну, здесь такой момент, что наш фестиваль, он, философия фестиваля, это показать, что культуры могут сосуществовать, могут взаимодействовать, что люди могут, как бы, именно на уровне культуры, музыки и искусства объединяться. И знакомство с культурами, скажем так, отдаленных стран от нас, культурно отдаленных даже, оно как раз вот способствует этому процессу интеграции, такой вот нормальной человеческой интеграции, общению между культурами. Некоторые артисты и музыканты, они узнают о нашем фестивале и сами, в общем-то, заявляют о себе. Также мы предоставляем возможность каким-то молодым растущим коллективам тоже показать себя, как визитную карточку такая у них на нашем фестивале. Вот. И некоторые музыканты, такие как вот, например, Дарюш, они возвращаются, то есть они иногда проходят какое-то количество лет, и они с новыми проектами приходят на фестиваль. То есть это какой-то такой постоянный процесс. Мы ищем артистов, артисты нас находят. То есть поскольку фестиваль уже не первый год существует, то, скажем так, наше имя уже тоже в музыкальных кругах известно, и поэтому нам уже проще, конечно же. Может быть, мы как раз попросим музыкантов исполнить, чтобы услышать, как звучит икурдская лютня, и как звучит классическая иранская флейта в нашей студии. Can you ask them to play? Yes. И потом можно будет, если узнать, что это было за произведение. Сазур Анасри is a poet and singer. So he is creating a music based on his poetry too. Садала и музыкант, и поэт, и некоторое его музыкальное произведение основано на собственных стихотворениях. Садала и музыкант, и поэт, и поэт, и поэт, и поэт. Садала и музыкант, 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 и поэт. Садала и музыкант, и поэт. Садала и музыкант, и поэт. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 читают в университете, связанные тоже с нейм, с игрой на нём. А насколько именно конкретно этот инструмент старинный или он современный сделан, и насколько производство этих сейчас, они изготавливают ли серийно, то есть для того, чтобы... Или передаются поколения. How old is your instrument? What can you say about the process of production, modern production? How long does it take to produce... If I say about it's the most simple, it's just a piece of plant, in English it's reed, and just make some simple whole, still the same as tradition, nothing added. Some, let's say, the only thing is added, you know, we play much more pure sounds, more classical, because many folk instruments came to the classical, so it's classified with sound, but the form the same, very easy to make, it doesn't make time to make. Все не имеют знаковую форму, потому что изготавливаются все из одного и того же материала. Это тростник, речной тростник, конечно, тоже обязательно подбирается нужного размера, нужной толщины и так далее, но сам смысл, что берется вот этот пустой стебель, и в нем выдалбливаются дырочки, и в общем-то все, но есть какие-то нюансы, которые позволяют более тонкий звук издавать, уже, так сказать, при обработке самого вот этого стебля. Наталья, у нас, к сожалению, уже вот почти нет времени, может быть, вы расскажете о программе, фестивале, о других концертах еще. Да, значит, как я уже сказала, фестиваль состоится в Риге и в Лиепае, сегодня концерт пройдет в доме рижского латышского общества, начнется он в 7 часов, билеты можно купить на Билишу-сервис и перед концертом завтра во Дворце культуры ВЭФ пройдет концерт турецкой классической музыки, и будет показана церемония Сима Дервиши Мевлеви, это турецкий суфийский орден, вот, и гружащиеся Дервиши, это, в общем-то, очень-очень популярное, известное в мире явление, то есть, но в Латвии это происходит очень редко, поэтому, я думаю, что рижанам и гостям будет интересно, концерт начнется тоже в 7 часов вечера, и завтра тоже в доме рижского латышского общества в 6 часов вечера состоится концерт грузинского балета Лило и этногруппы Чвени-Буреби, вот, балет, сами понимаете, это балет, вот, то есть, это зажигательные, яркие танцы, вот, а группа Чвени-Буреби, они и музыканты, и вокалисты, то есть, мы будем иметь возможность услышать прекрасное грузинское многоголосие, тоже, в общем-то, известное в мире, и надеюсь, что зрителям понравится, вот, и последний концерт, который пройдет в Лейпая, он состоится в Олимпийском центре, и в 5 часов вечера он начинается, тоже группа Лило и Чвени-Буреби будут там выступать. В общем, варианты есть, так что выходите, смотрите, выбирайте, что вам по душе, и наш эфир, конечно же, тоже продолжается, после 11 часов программа Латвия-Аэропа с мая, после 11.30 программа Безантракта с Евгением Шерманевым, с 12 до 13, как обычно, по четвергам программа Подоплек, а после 14 часов по Скайпу выйдет главный редактор российской версии GQ, а также Форбс Николай Усков. Спасибо огромное всем, спасибо вам за то, что пришли, thank you very much. Спасибо. Утро на балконе